Евроинтеграция в Конституции В Молдове впервые появилась государственная доктрина И имя ей про Молдова Теперь, по его словам, никто не будет нам диктовать, что делать, куда идти, кого слушать и о чем мечтать В общем, некоторые политологи и эксперты несколько растерялись Давайте разбираться, почему Вы смотрите Полюс Здравствуйте И я представляю моих гостей, тех людей, которые добрались сегодня до Полюса Валерий Гелецкий, вице-председатель парламента Добрый вечер Добрый вечер Максим Лебединский, советник президента по юридическим вопросам Вам здравствуйте Добрый вечер Сергей Мишин, эксперт, доктор права Добрый вечер Добрый вечер Господин Гелецкий, я точно знаю, что вы искренне расстроились Вот если пресса не врет То вот вы посетовали, что у вас была, как вы сказали, надежда Что сегодня будет историческое голосование Но ей не суждено было сбыться Вот вы правда думали, что либералы и либерал-демократы проголосуют? Или вот все-таки не очень верили в это? Не, ну, когда господин Гимпов попросил паузу, я действительно подумал, что они вернутся после паузы И скажут нам о том, что они будут голосовать И мы быстро посчитали, сколько у нас голосов в парламенте, чтобы не оказаться в той ситуации, когда вдруг они проголосуют А мы не имеем голосов Господин Карпов, он заболел, и его в тот день не было Мы позвонили ему и спросили, если будет такая необходимость, сможет он из больницы подъехать, чтобы проголосовать И он дал нам заверение, что сможет Поэтому я подумал, что действительно появились шансы проголосовать за это изменение в Конституции Ну, после уже того, как господин Гимпов объявил о результате или, как бы сказать, об их условиях Уже было понятно, что этому не суждено сбыться в парламенте на тот день И вообще, я думаю, это возможность, она потеряна уже Когда она вернется, вернется ли, это уже вряд ли кто-то сможет сегодня сказать Ну, мы будем, да, обсуждать все возможные варианты Но вначале хочу послушать вас, господин Лебединский Некоторые все-таки не были уверены, что, мягко говоря так, не были уверены, да, что этот вопрос пройдет в парламенте Тому причина политическая обстановка Ну, я не знаю, не стану сейчас вас спросить с точки зрения политики Вообще, вот спрошу, как вам вот то, что произошло в парламенте? Ну, естественно, мы видели, что изначально, еще до дня выборов практически все оппозиционные партии высказались против Что кто именно по идеологическим причинам, кто по своим политическим субъективным мотивам объявили изначально, что они не поддержат эту инициативу Да, в том числе и так называемые проевропейские партии Мы увидели, что партия либералов, либерал-демократов и коммунистов покинули зал парламента на момент голосования Партия социалистов не побоялась и твердо уверенно сказала, что они проголосуют против То есть они, в принципе, хотели показать, что нет никакого раскола внутри партии И они уверены в своей позиции, да, что никто случайно не проголосует за этот проект Я бы не столько акцентировал вопрос на политическую часть, да, и нужно ли нам это или нет, как на юридическую составляющую Мы поговорим об этом, потому что есть уже предложение со стороны господина Канду Он впервые заговорил о референдуме, он сказал, что мы будем рассматривать эту возможность Но меня все-таки здесь интересует еще и политический аспект, потому что, на мой взгляд, он важен Господин Мишин, вот смотрите, давайте с вами рассуждать так Если правящая партия, и господин Гелецкий, подключайтесь, может быть, вы тоже захотите принять участие в нашей беседе Если правящая партия ставит своей целью провести очень важный законопроект Я не говорю уже, что это изменение в Конституции, да, то она делает для этого, не знаю, очень много вещей Вот то, что там звонили Карпову, я верю, так часто у нас бывает Но они досконально работают с каждым человеком Они говорят, да, они примерно должны знать, даже не примерно, а точно должны знать, кто из них и как проголосует и почему Значит, я, насколько понимаю эту ситуацию, все-таки в последнюю минуту шла торговля Ну, давайте, вот, признаемся, что у нас так принято Ну, почему торговля? Михаил Федорович Гимпу твердо объявил, что он проголосует, если будет включен вопрос в свой язык Это торговля, господин Лебединский, это и есть торговля Это было до этого, это не было во время заседания Нет, я имею в виду, когда он попросил паузы, вот тогда все поняли, что у нас вообще все самые важные вещи, они решаются в самую последнюю минуту, всегда А вот тут уже последние ставки, да, каждый уже вытягивает И вдруг там вот Михаил Федорович вот тус из рукава, он же все время об этом говорил Может быть, что-то было бы такое Господин Мишин, вы как вот считаете, провела ли правящая партия всю эту работу, или все-таки она прекрасно осознавала, что может быть и так? Вы знаете, я думаю, что изначально партия демократов, придя в этот день в зал заседания, не зря перенесли на неделю голосование Давайте вспомним предысторию, да? Вообще вопрос рассматривался еще в пятницу предыдущую, до момента голосования Должен был рассматриваться Нет, он рассмотрелся, то есть выступили все стороны, выступили все партии, и уже было перенесено само голосование Само голосование, и когда поставили вопрос в первое чтение принять данный законопроект, большинство проголосовало Но мы с вами понимаем прекрасно, что для того, чтобы проголосовать в первое чтение, хватило простого большинства То есть 52-54 человека, а уже второе чтение нужно непосредственно 67 человек Это для Конституции, верно? Да, это с точки зрения, да, это когда рассматриваются конституционные внесения изменений в Конституцию 67 голосов, то есть первое чтение простое большинство, уже второе чтение обязательно конституционное Большинство это 67 депутатов Так вот, партия демократов, придя в четверг, то есть у них была неделя на то, чтобы поработать И придя в четверг на заседание, они изначально уже понимали, что этот вопрос не будет проголосовывать Но они давили чисто политически, им нужно было довести это до конца Но, почему они не начали давить за всю неделю? Они же для граждан Молдовы объявили, что они про Молдову Они понимают, что по всем социологическим опросам, выдуманным, невыдуманным Но у нас 52% не придерживаются европейской интеграции Соответственно, они понимали прекрасно, что если это пройдет в конституцию, европейский вектор Это отвернет от них электорат Ну тогда с вами могут спорить те, кто скажет, зачем демократы вносятся с этой идеей референдума? Нет, ну то, что они вносятся, опять, это вносится кто? Это дали команду Ну это не кто, это председатель парламента, вице-председатель партии Как один из их политологов говорит, но то, что говорит Канду, это чисто политические заявления Не надо относиться серьезно к его словам Это из их лагеря политологи говорят В данном случае господин Канду, он сказал, во-первых, надо опять ради объективности Он сказал, что мы изучаем возможность организовать этот референдум Не было сказано уже, что мы решили, потому что, собственно говоря, в коалиции мы о референдуме не говорили Он сказал о том, что мы изучаем возможность организовать референдумы Господин Галецкий, после того, как принял Конституционный суд, да, дал добро на то, чтобы это изменение было внесено Все партии, особенно оппозиционные, говорили о том, что, ребят, давайте не будем вектор вносить Во-первых, это идеология демократов, это писано у них в статье 3, да, в демократической партии Во-вторых, все-таки вектор государства должен определять народ И им все время говорили на протяжении осени, весны, лета, осени, что давайте выйдем с этим вопросом на референдум Когда они увидели, что в парламенте реально это проваливается Они уже задумались о том, что нужно проводить референдум Они поздновато ли, они понимали изначально, и вы понимаете изначально Что референдум не даст положительного результата И именно евроинтеграции не даст положительного результата И если мы говорим о промолдове, то промолдова должна не включать один вектор И исключать остальные векторы для государства А должны все векторы быть включены Мы сейчас будем говорить о референдуме, который, хоть возможно, проведут демократы Я вот цитату сейчас скажу ДПМ сейчас изучает другую возможность изменения конституции через референдум Это цитата Канду заявил, что партия уже оценивает возможность его проведения Возможно, его лучше организовать в один день с парламентскими выборами, чтобы сэкономить деньги Давайте про референдум сейчас поговорим Мне интересно ваше мнение Мне, во-первых, вспомнилось, что в день, когда господин Канду Перенес на одну неделю голосование по этому вопросу Кто-то написал в общественных сетях, что господин Канду перенес голосование И дал указание генпрокуратуре найти дополнительных желающих Аргументы, да? Да, поддержать эту инициативу То есть старый добрый шантаж, вы об этом? Хорошо, это реакция людей Но если мы говорим про референдум Мы понимаем, что с политической точки зрения Правящая власть, она должна выйти из ситуации Но не прошел, ты не можешь поставить точку на это и признать, что в парламенте или где-то там нету поддержки данного вектора Мы видели общественные мнения граждан У нас общество разделено примерно наполовину насчет этого вопроса Наше мнение, что мы не должны ставить граждан перед радикальным выбором То, что говорил и господин президент Республика Молдова имеет один шанс на будущее, на выживание Если она будет вести взвешенную внешнюю политику Только взвешенная внешняя политика позволит Молдове развиваться Мы не можем быть поставлены перед выбором или, или Это будет губительно для Республики Молдова Именно исходя из нашего национального приоритета и специфики, которая создана у нас в стране Если вы посмотрите, у нас есть часть неопределившаяся Где-то 40 с чем-то за евроинтеграцию, 40 с чем-то за вступление в таможенные союзы А если вы поставите людям вопрос, хотите дружить и с Востоком, и с Западом Более 80 с чем-то процентов говорят, что да Почему мы не должны слушать волю нашего народа? Максим, скажите пожалуйста, вот сама идея этого референдума, она вписывается в рамки закона? Вот оставим сейчас оценочные какие-то рассуждения с точки зрения юридической Если мы говорим о том, чтобы именно в день выборов состоялся конституционный референдум То есть законодательный о изменении в конституции, это будет незаконно Я объясняю почему Регламент парламента предусматривает на пункте о принятии конституционного закона Что если он не собирает нужного количества голосов, он приходит к ничтожности На основе авиза номер 1 2014 года конституционного суда они говорят, что для принятия через референдум Тогда ЛДПМ пришло с проектом о прямом избрании президента Для принятия законопроекта конституционного через референдум нужно пройти все те же этапы, как и в парламенте То есть сейчас проект ничтожен, это значит, что нужен новый авиза от конституционного суда От него должны пройти 6 месяцев минимум для того, чтобы их поставить в повестку дня Мы сейчас в конце октября считаем, что это лучший случай конец марта То есть с точки зрения, я поняла Раньше, чем через полгода на конституционный референдум этот вопрос не может быть поставлен на рассмотрение А консультативный? Если мы говорим о консультативном, в том же авизе в конце есть так называемый процедуральный акт конституционного суда адреса Конституционный суд указал на то, что именно из-за этого срока, что выборы назначают минимум за 60 дней заранее А референдум конституционный минимум за 6 месяцев В кодекс избирательный нужно внести изменения и исключить это непонимание То есть в понятии конституционного суда они должны идти раздельно Они не признали неконституционную эту норму, но сказали, что они должны идти раздельно То есть фактически, теоретически консультативный референдум может быть произведен Но в чем его эффект? Он не имеет обязательной формы Давайте вспомним, что в 1999 году у нас был консультативный референдум насчет формы правления Тогда большинство граждан Республики Молдова вышло и сказали, что мы за президентскую республику Спустя 20 лет практически у нас Парламент просто проигнорировал Я хочу предоставить слово господу Гелецкому Но еще и хочу засчитать мнение Сергея Сырба, юриста демократов Как он это объясняет Вам же интересно, да? Он сказал так Лично я считаю, что мы не имеем ограничений для проведения референдума в день выборов Закон предусматривает ограничения в течение 60 дней до и 60 после всеобщих выборов И в день другого республиканского референдума Закон не предусматривает, что мы не можем в день других выборов проводить референдум Вероятно, потребуются определенные технические разъяснения в законе Но это касается чисто юридической части Вот как Господин Гелецкий, референдум Вот вам вообще как эта идея? Я еще раз возвращаюсь к тому, что я говорил Мы в большинстве не говорили по поводу референдума Сама идея, она заслуживает внимания А какое будет решение, ну об этом позже будет сказано Но если сейчас просто теоретически говорить Я думаю... Вот если вас спросят ваше мнение на правящую коалицию, что вы скажете? Ну, я сейчас не готов дать этот ответ Потому что для того, чтобы дать такой ответ Мне нужно знать больше информации Любой политик, когда что-то предлагает Он должен как-то думать несколько шагов вперед К примеру, Брексит Я думаю, что премьер Англии, который предложил этот референдум Он потом пожалел, что он его предложил Поэтому есть разные вещи, когда в политической деятельности ты должен задуматься Или как бы просмотреть вперед несколько шагов Поэтому я сегодня не готов дать этот ответ Но если чисто так гипотетически говорить Я считаю, что референдум можно провести в день выборов Да, согласен, скорее всего, с господином Лебединским Что конституционный референдум невозможно будет организовать Не имея, то есть не соблюдая все вот эти уже решения конституционного суда Но конституционный референдум, он имеет политическое значение Поэтому конституционный референдум можно организовать Он все-таки посылает определенный, как мы говорим, месседж Определенный, скажем так, ты видишь, по крайней мере, пульс в обществе по данной проблеме Это тоже немаловажно За и до нельзя, 60 дней за, 60 дней после Я говорил на другом телевизионном канале Что в Америке вообще практика такая, что только в день выборов делается референдум Потому что референдум в Румынии и в других странах иногда показывает Что если ты его организовываешь в другое время Очень тяжело привести людей к урнам А в этот день люди все равно приходят к урнам И нет никаких проблем Потому что это как раз касается и политических баталий У нас последние парламентские выборы Часть этих баталий была и как раз по поводу вектора развития страны И здесь я немножко не согласен с господином Лебединским по другой теме Когда он говорит, что вот господин президент сказал, что нам нужно ввести такую взвешенную внешнюю политику Согласен, но разве страны Евросоюза не проводят сегодня взвешенную внешнюю политику? То есть быть в Евросоюзе или, скажем так, продвигать вектор евроинтеграции для развития страны Это не означает не проводить взвешенную внешнюю политику Потому что для любой страны это очень важно И давайте не забывать о том, господин Лебединский, что господин Дадон в свое время, когда был во власти Он тоже проголосовал за вектор евроинтеграции, будучи членом правительства и так далее Потом есть вещи, которые не начинали, собственно говоря, в 2009 году Вещи начались еще в 2005 году, когда коммунисты были у власти И они предложили евроинтеграцию или вектор как развитие нашей страны Потом еще раз говорю, возвращаясь чисто гипотетически к идее референдума Он может состояться в день выборов, он может быть консультативным 100% По поводу конституционного референдума, скорее всего, нет Но я не юрист, чтобы дать окончательный ответ Что касается, состоится он или нет Этого просто нужно обсуждать со многих точек зрения И для меня, если даже сказать да Я как политик должен быть уверен в том, что этот референдум Мы его не провалим, и он потом не повернется против нас Вот эта идея самого референдума Если бы мне такой вопрос примерно задали Я бы хотела сказать, что самое главное все-таки нет Самое главное, это искренность правящей партии Действительно, вот этот вопрос не побояться поставить Не побояться получить ответ И потом поступать Конечно Мне кажется, это самое главное Но, наверное, можно спорить Я бы все-таки хотел подметить, что Игорь Николаевич Он лично всегда был именно за сбалансированную внешнюю политику И в том числе за хорошие экономические отношения Не с Российской Федерацией и с бывшими странами СНГ Как и, соответственно, с европейскими странами Почему мы не должны взять стандарты международные лучшие у нас И в юстиции, и в экономике, и в социальной сфере И воплощать тут Почему мы должны именно стремиться войти куда-то Мы должны брать лучшие практики, но воплощать их тут у нас в стране Но у меня есть определенный риторический вопрос Вы знаете отлично, что у нас в стране все-таки есть это распределение Зачем предпринимать действия, которые наш народ Именно больше всего Разъединяет и раскаляет Это разделение, оно произошло и по определенным, скажем, таким чисто субъективным причинам Но зачем это нагнетать? Вот у нас статья 5 Конституции Республики Молдова Называется «Демократия и политический плюрализм» Демократия в Республике Молдова Существляется в условиях политического плюрализма Несовестимого с диктатурой и тоталитаризмом Никакая идеология не может устанавливаться в качестве официально-государственной идеологии Идем дальше Статья 32 Свобода мнений и выражения То есть это даже не надо объяснять, что Статья 41 Свобода партий и других общественно-политических организаций Вы же прекрасно понимаете Статья 42 Конституция Республики Молдова Часть 2 Не допускается пересмотр следствием которого Было бы упразднение основных прав и свобод граждан Или гарантии таковых Как мы, во-первых, можем включить в Конституцию Официальную идеологию, которая этой же Конституции запрещается Как мы можем изменить Конституцию, если она же говорит, что не допускается пересмотр Если этим мы нарушаем основные права Если мы включаем в основной закон статью, которая То есть установили конкретный вектор Это значит, что мы, во-первых, лимитируем право на свободу мышления и выражения Мы, в том числе, лимитируем право других партий или политических организаций, которые имеют другое видение И мы непонятно для чего фактически разделяем общество Вы говорили о европейских странах, что им не мешает иметь сбалансированную политику Возьмите, к примеру, Конституцию Румынии Если я не ошибаюсь, статья 148 Возьмите Конституцию Болгарии Они предусматривают интеграрию европеян Если вы смотрите, что это такое Это техническая норма, которая не устанавливает как идеологию, что наш вектор развития единственный правильный и он европейский Она устанавливает техническое воплощение, конвенцию о вступлении в Евросоюз То есть, они говорят, какие часть полномочий уходят в Брюссель Они говорят, каким образом подчиняется Конституция Или какие нормы входят в отношение с этим соглашением и так далее Вы не найдете ни в одной Конституции, ни одного европейского государства, поставленное как цель или идеологию развития вектора политических отношений Поняла, спасибо, господин Галяцкий Я хотел сказать следующее Это, опять, вашими же словами, чисто субъективная политическая трактовка Нет, это юридическая Это чисто юридическая техника Господин Галяцкий, дайте я вас скажу Если бы это было юридическое, то заключение Конституционного суда запретило бы нам провести эту поправку Конституции Для нас почему есть вот эта процедура Парламент не может вести какие-то изменения в Конституции, не имея заключения Конституционного суда Потому что Конституционный суд, он тот арбитр, тот судя, который должен сказать Вот это, если вы это введете, это противоречит основному, скажем, духу и букве Конституции в момент, когда у нас есть положительное заключение Конституционного суда, значит, это не идеология. Это чистотехнически. Это ваша трактовка, что идеология. Но то, что там в преамбуле, в свободной части... Я хочу господину Мишину предоставить слово. Он меньше всех пока говорит. Для меня еще раз говорю, заключение судьи, в данном случае вот это заключение Конституционного суда, оно является объективным. А наши мнения могут быть разными, нет проблем. Господин Гелецкий, по поводу заключения Конституционного суда, о том, что это объективно, так вот я вам скажу, на протяжении последних двух лет те решения, которые выносятся Конституционным судом и в этой студии, и не только в этой студии уже обсуждались. И то, что они противоречат духу закона, духу Конституции, духу Кодекса Конституционной юрисдикции, где принимаются заявления от субъектов, которые не имеют права обращаться по тем или иным вопросам, это уже подтвержденный факт. Причем это подтвержденный факт говорится не только политиками, не только юристами, а это и бывшие председатели Конституционного суда говорят, и судьи Конституционного суда об этом говорят. Понимаете? И даже когда Конституционный суд принимает закон устаревшим, не отменив решение своего же органа о том, что он входит в Конституционное поле, говорит об объективности и говорит о том, что этот Конституционный суд правильно вынес решение, извините, у меня большие скопки. Я просто очень боюсь, что мы сейчас... Это другое дело, это чисто ваше мнение. У нас есть институт, который называется государственный институт Конституционный суд. У нас есть законодательная власть. Начнем с самого начала. И вот Конституционный суд не должен влазить в Конституционную материю. Это прерогатива законодательной власти, с юридической точки зрения, научной. И это доказано, извините, веками. Поэтому я вам скажу. Теперь о том, что вот хотят, вы говорите, что это не идеология, да? Если бы это была не идеологией, почему она находится в уставе партии? Почему мы берем устав партии... Устав партии есть и правовое государство, и демократия, и плюрализм. Это тоже в уставе партии есть. Подождите, это то, что уже внезено. Понимаете? А вот европейская интеграция, да, это идеология партии. И мы идеологию вносим в Конституцию, на уровень закона. Извините, ни в одной стране мира нету евроинтеграция, как, где, скажите. В Конституции Румынии, других странах есть. Нет, 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 секунду, секунду, секунду. Нет, не было такого. И это первое. Второе. У нас Европейский Союз уже объявил, что в 2005 году, когда будет расширение, мы туда не входим. Нет, ну это разные вещи. Расширение Евросоюза не имеет значения к этому. Нет, имеет значения очень много. Мы же не сказали, что... Подождите, тут очень много факторов. Теперь у меня самый главный вопрос. Заключили договор об ассоциации с ЕС. ЕС признает, и даже есть резолюция, о том, что мы не выполняем по этому договору ни одного пункта. Поэтому приостановило много финансирования. Ну как, неправда. Официальная резолюция даже в октябре. Нет, официальная резолюция говорит о том, что все технические обязанности были выполнены, политические не были выполнены. Давайте справедимся. Это начинается борьба с коррупцией, реформирование судебной системы и много. Вы говорите о изменении избирательной системы, которую вместе с вами меняли. Я, мне кажется... Подождите, а с кем вместе с нами? Извините. С социалистами. Так это то, что вы нашли политическую толерантность и проголосовали вместе за нужные... Толерантность была, господин Липецкий. Да, что это было? Вы знаете... А если бы предложили повысить пенсионный возраст, вы бы не проголосовали за это? Я хочу... Я хочу... Я хочу вот сейчас... Вот немножечко с другого, если можно, с блоку зайти по этой теме. Знаете, вот многие удивились тому факту, что либералы и либералы и либерал-демократы вот так открыто, да, могли себе позволить вот так просто взять и на эту евроинтеграцию, мягко говоря, ее проигнорировать. Потому что если мы представим, это партия Филата. Вы же тоже были с этими людьми. Вы представляете, как бы это было, если бы это было до 2014-м году? Это было бы просто нереально. То есть, вы понимаете... Нет, секундочку. Вот почему... Вот почему... Уверены, что их никто не накажет? Так они себе позволили. Позволяют себе, да? Вот ЕС ничего не скажет. Избиратель не накажет. Уверены? Может быть, в этом уверены. Может, уверены, что власть их не накажет? Как раз искала, голоса не нашла, но не накажет. Или вот в чем дело? Понимаете, что происходит с самой идеей евроинтеграции, что у нас партии, которые на этом сделали себе политический капитал, в день голосования ее просто проигнорировали. О чем это говорит, господа? Ну, давайте возьмем вообще статистику, что в 2009 году до прихода к власти проевропейских партий число граждан Республики Молдовы, которые были за евроинтеграцию, оно было намного выше. Вот. А спустя 9 лет... Так может быть, не стоит говорить, что у нас примерно одинаковое число людей, которые смотрят в сторону Евразийского союза и в сторону евроинтеграции? Это порог общественного. Европейского. Намного. То есть все-таки мы понимаем, что и политические партии понимают, что нельзя голословно говорить о определенном направлении. А может быть, они понимают, что оно уже не так популярно, господин Лебедевский? Ну, это уже зависит от каждого из них. Хотел бы вам сказать. У партий-коммунистов в уставе тоже указано, что они за евроинтеграцию. Причина в другом. Причина в том, что вот этот кризис 2015 года, он привел к такому разделению, практически к расколу в лагере проевропейцев. И этот раскол ощущается, потому что были высказаны очень много обид. Все аргументы, которые я слышал, они связаны с тем, что вот и партия то делает, она это делает и так далее. Поэтому ссылались на различные опять какие-то как бы предлоги для того, чтобы не голосовать. И по-понятному, с одной стороны, я это понимаю, просто я сказал, что все эти предлоги, они не могут быть серьезным основанием. Вот этот... Ну, просто они под флагом евроинтеграции работали. Я согласен с вами. Вы понимаете, а у меня вот даже есть уже такой вот вам ответ, не знаю, вам понравится, не понравится. Вот сейчас вам зачитаю. Показательная реакция господина Михалка. Да, все знаем, кто такой господин Михалка. Посол ЕС. Вот после провала голосования в парламенте, когда все думали, ну что же скажет господин Михалка, как вот он отреагирует. Знаете, что он сказал? Он сказал, вообще, знаете, в принципе, Евросоюз ориентируется в первую очередь на соглашение об ассоциации. Вот прямо в преамбуле в нем говорится о европейских устремлениях Молдовы. И он подчеркнул, что для ЕС важнее всего то, как на практике соблюдают европейские нормы. Молдавские власти, напомню, господин Михалка, должны бороться с коррупцией и отмыванием денег, а также реализовывать реформы. Не слово о том, что похоронили европейскую мечту, о том, секундочку, о том, что так долго вы вот объясняли, о том, что вы так долго на эти партии говорили, как вы нас любите. Ни единого слова. Комментарий. Вы знаете, это то, о чем я говорил выше, что не выполняется договор об ассоциации. И Михалка четко сказал, ребят, не надо вносить это в Конституцию на уровне закона. То есть вот мне интересно, да, мнение. Наставили ли вот сами европейцы? Вы, вот у вас есть пункты договора, которые вы подписали, и вы это. Это международный договор. Пожалуйста, исполняйте пункты. Вам никто не мешает это делать. Власти, у вас вся власть в руках. Почему вы не боретесь с отмыванием денег? Почему вы не находите миллиард? Почему вы не боретесь с коррупцией? Почему вы не реформируете правильно юстицию, так как это прописано у вас в договоре об ассоциации? Понимаете? Они вот эти вопросы задают. Они не требуют. Самое дело, что Европейский Союз вообще никогда не требовал внесения евроинтеграции в Конституцию. Это никогда не было. То есть для того, чтобы договор не существовал и прекратил существование, его надо через парламент денонсировать. Если он чем-то не устраивает. То есть им достаточно этого соглашения? Вполне. А это международный договор. Вы понимаете, что мы заключили договор с СНГ. Мы там находимся, слава богу, уже 27 лет. Вот мы сейчас стали наблюдателем Еврозея. Может быть, мы там заключим договор. И если мы будем выполнять пункты договора, мы будем нормально существовать в любой организации. Неважно, это Еврозея, ЕС и другие какие-то объединения. Вот объяснение. Видите, почему эти партии ни о чем не переживали? Потому что они знали, что европейцам, в принципе, вот это голосование, оно не важно. Нет, им нужен просто договор, соблюдение. Давайте послушаем мнение Василия Гелецкого. Одно другому не мешает. Я еще раз говорил и буду утвердать, сколько раз нужно. То, чтобы, если бы мы включили в Конституции вот эту евроинтеграцию, оно никак не мешает практическому применению евроинтеграции. Никак не мешает. То, что на самом деле сегодня очень много проблем. И то, что мы не переживаем лучшее время для европейских ценностей, это так. И здесь господин Михаилко, скажем, как бы я с ним согласен. Но проблема в другом. Проблема в том, что господин Михаилко тоже оказался, с моей точки зрения, как политик или как бы политическая позиция Евросоюза в такое деликатное положение. Потому что, как я вам уже сказал, у нас есть проевропейские силы, которые не разделяют то, что делает власть сегодня. И поэтому, если бы он сказал что-то хорошее по поводу вот этой инициативы, конечно, те другие, платформа, ПАС и так далее, они бы оказались в очень таком нехорошем свете. А им это тоже не хочется делать. Поэтому, как политику, как дипломату, ему нужно было найти какое-то дипломатическое объяснение тому, что произошло в парламенте. Вы хотите сказать, что он переживает за Майо Санду, за Андрея Анастаса? И за это тоже. Но я хотел сказать другое. А почему? Размешно, как он это может быть? Вы сами знаете, что он делает. Но не в этом дело. Мне кажется, дипломатически он постарался сказать так, чтобы, с одной стороны, как бы сказать, вот есть определенная критика со стороны Евросоюза по поводу того, что не исполняется договор об ассоциации. Но я хотел сказать следующее. Я уверяю, если бы в парламенте нашлись голоса, и мы бы проголосовали за эту евроинтеграцию, господин Михалко ни слова против бы не сказал. А в этой ситуации, когда этот лагерь проевропейских сил разделился, то понятно, и опять он оказался в такой ситуации. Кстати, он это заявление не сделал сам, насколько я знаю. Ему там его задали этот вопрос, и он должен был ответить. Он не выступил, вышел сам и сказал, вот это стейтмент, вот это утверждение Евросоюза по поводу того, что прессов в Балдарском парламенте. Какая-то пресса, кто-то там позвонил, спросил, какое ваше мнение? Ну понятно, как политик, как дипломат, должен что-то ответить на этот вопрос, правильно? Нет, ну господин Гелецкий, я просто хочу дополнить. Давайте по очереди, все-таки господин Лебединский, давайте. Предположим, мое личное мнение, я считаю, что если бы такая норма была включена в Конституцию, она бы напрямую ущемляла права, основные права человека, как я вам говорил, раз право на мнение, на высказывание и, соответственно, на соединение политических партий. Это мое чистое юридическое мнение. Я понимаю ваше мнение. Мой вопрос в другом. В чем? Это если было принято. Негативная часть. Если бы это было принято. Чего волшебного у нас бы в стране случилось на второй день, как это бы вступило в силу? Чего чудесного у нас бы случилось? Как бы люди почувствовали вот тот европейский прилип? Какие реформы у нас бы воплотились этим? Чем бы у нас повысилось социальное качество жизни, зарплаты, уровень коррупции? Когда не прошло. Практически. Вот посмотрите, вы, например, партия социалистов, она проталкивает идею, чтобы в Конституции было написано, что мы православное государство. Не проталкивает такого. Ну, предлагает, скажем так. Нет, нет, господин Гелеский. Нет, это важно. Это есть или нет? Нет. Нет, этого нет. Нету и не было. Вы отлично знаете, что не может быть включена религия в Конституцию, потому что это тоже учитывается. Государство у нас от церковь отделено от государства. Были такие инициативы. Я к другому. Не было такой инициативы. Даже, скажем, та инициатива, чтобы у нас была президентская форма правления. Какая разница? Большая разница. Дайте так сказать. В политике есть такое понятие. Каждый как бы приходит с какой-то идеей. Мы не должны вот заранее зарубить любую идею. Если нам удается эту идею провести, хорошо, не удалось, значит, смиряться с тем, что нам не удалось. О том, чтобы заранее вы мне сказали, что с этой идеей нельзя идти, что такое волшебное произойдет. Ничего волшебного произойдет. Но любая идея, она со временем дает какие-то плоды, какие-то результаты. И опять возвращаясь к тому, как вы поставили вопрос по поводу господина Михалко. Послушайте, господин Михалко, он ничего отрицательного не сказал об этом. Просто он обратил наше внимание на неопределенные недостатки, что касается воплощения ассоциации об соглашении. Он мог бы выразить сожаление, господин Гелецкий. Он мог бы сказать, например, да, господин Михалко, если бы он так переживал за то, что Конституция... Текунчик, ну дай я тебе скажу. Он мог бы сказать, что он выражает сожаление по поводу того, что некоторые партии, которые объявили евроинтеграцию своим главным приоритетом в течение нескольких лет, клялись в вечной любви к Евросоюзу, вот так они поступили. Он мог бы это сказать. Вот я вам приведу пример, я не бросаю обязательно камень в огород господина Михалко, но я вам приведу пример иногда таких двойных стандартов. А, ну сейчас о двойных стандарте. Иногда. Это мне интересно. Потому что я докладчик по Македонии. Смотрите, что произошло в Македонии. Значит, в Македонии референдум провалится. Хотя там и глава НАТО, и комиссары, все туда ездили, убеждали. Референдум провалится. Кстати, о референдуме. Ну и вот в парламенте они стояли перед выбором. Либо это проголосуют в парламенте двумя третьями, либо идут на досрочные выборы. Оказывается, им удалось найти 80 голосов, две трети для македонского парламента, они проголосовали. Но что они сделали? Они взяли 10 голосов от партии, которая в оппозиции. Партия в оппозиции исключила этих членов, сказали, что те купили, подкупили. Евросоюз ничего не говорит, молчит. Все хорошо. Когда вот нам нужно, чтобы Македония вступала в НАТО, в Евросоюз. Все хорошо. Поэтому давайте я уже в политике настолько был. Я могу это чувствовать, когда дипломатисты, когда какие-то акценты делаете и так далее. Беспондентский впервые говорит о двойных состандартах в европейской политике. Но правду говорит. Можно все-таки объяснить, в чем разница? Вот вы говорили, к примеру, о президентской республике и о евроинтеграции. Президентская республика является формой правления страны. Результат о принятии или не принятии, это полномочия президента, это полномочия парламента, это полномочия правительства. Это в том числе и исполнение политических обязанностей, взятыми любым из этих органов. Если мы говорим о векторе развития, включенном в Конституции, это совсем другое. И это не решает чего-то... Это гораздо мягче, чем то, что вы предлагаете. Нет, это намного жестче, потому что... То, что вы предлагаете, это гораздо жёстче. У меня вопрос, господин, у меня сейчас, да. Это те же полномочия, которые должны быть у одного, у второго или у третьего органа. Я не хочу, чтобы мы... А то, о чем вы говорите, это идет на ущемление прав, основных прав человека. В этом состоится самая большая проблема. Когда вот за неделю до этого голосования выступил... Вы были все время в зале, по-моему. Выступил депутат... Нет, я за неделю был в параде в Странбурге, в параде Казахстана. И вот так он обиделся на ЛДПМ и ЛП, что вот он вышел на трибуну, и его выступление произвело настоящий фурор. Потому что они впервые как бы открыто начали говорить о том, для чего, собственно говоря, им нужно это внесение евроинтеграции в Конституцию. И очень честно вот он сказал, что теперь вот мы не сможем запретить, пропагандировать евразийский вектор. Вот все то, о чем предупреждали, человек взял, честно... Почитайте его выступление, и вам станет понятно, да. Мнение господина Лебединского, господина Мишина, все-таки это отдельные частные мнения. Мы говорим о том, что есть, опять, заключение Конституционного суда, есть определенная практика в других странах. Поэтому иногда из-за этого мы тоже делаем пугало, понимаете, с того чего не нужно делать пугало. Давайте смоделируем другую ситуацию. Та же Молдова, с тем же развоенным и расколотым общество. Любая другая партия Х принимает решение принять абсолютно другой вектор, неважно какой другой, кроме европейского. Насколько это будет честно и к народу, и к оппозиции Я думаю, что это честно будет, господин Лебединский, в момент, когда эти партии пришли в парламент. Когда у нас 50 на 50, и кто-то имеет просто парламентское большинство и принимает такое решение. Знаете, что, вот опросы, когда всегда ссылаются на опросы, самый объективный опрос это выборы. Это самый объективный опрос. Вот когда в результате выборов, скажем, любая партия, или любые несколько партий, они получают конституционное большинство, у них есть мандат от людей, чтобы провести какие-то вещи даже в конституции. Давайте я вам напомню. Господин Гелецкий, извините, в 2014 год, когда были выборы, расклад был немножечко другой. Он был совсем другой. Нет, ну это какой другой? Ну, допустим, ДПМ на тот момент сколько имело мандатов? Вы не помните? Нет, 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 стоп, 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 извините, если мы говорим о мандате, который дали народ, и компландали чего-то, что только у ДПМ была евроинтеграция, зачем вы это говорите? Нет, разве только у ДПМ было евроинтеграция? Нет, я вам о другом говорю. Вы говорите, что это представители народа, они получили мандат от народа. Он сомневается в том, что мандат улегален. Я сейчас сомневаюсь, что те депутаты, которые находятся сегодня в парламентском большинстве, именно им народ давал на это мандат. А кому был дан этот мандат? Ну, когда они давали, насколько я помню, коммунисты имели больше. Лидеру партии дали? Они давали партии. Ну, тогда депутаты в парламенте. Давайте им депутаты, лидеру партии сжатать. Вы сейчас уходите. Не, не, я как раз прихожу к тому, что мы в этой студии тоже об этом говорили. Подожди, вы еще говорите идеи. Я депутат. То, что по списку за меня люди гарасовали, правильно? Потом я имею мандат от людей гарасовать. Вы говорите, что вы приходите с определенными идеями. Да, конечно. И продвигаете их. Это нормально, это правильно, когда вы приходите с определенными идеями. Но при этом они не должны ущемлять идеи других. Да никто никого не ущемляет. Не ущемляет, потому что если вы проведете сегодня в Конституцию на уровне закона европейскую интеграцию, я завтра не могу говорить о том, что я должна... Европейские ценности... Секунду. Я не ценности, а интеграция. Это разные вещи. Понимаете? Давайте говорить, как оно есть. Я честно говорю, как понимаю. А я говорю, как есть. Если мы евроинтеграцию включаем как конституционный вектор и включаем в Конституцию как закон... Нет, зачем мы его все равно не включили? Как закон. Подождите. Нет, мы обсуждаем это сегодня. Так мы завтра должны забыть про Евразия. Мы завтра должны забыть про СНГ. Мы должны забыть про то, что заключили сейчас с турками и вообще про любые другие международные векторы и международные договора. Знаете... Понимаете? Вот в чем вопрос. Хорошо. Вот смотрите. Забыть предлагает господин Гелецкий. Я не очень согласна, потому что я, например, до конца не поняла позицию Майя Сандо и Андрея Настаса. Если Андрей Настас еще высказался, будучи, кстати, в Соединенных Штатах Америки, он сказал, что политикам, которые легко меняют маски с проевропейских на пророссийские или прорумынские, а затем на промолдавские, необходимо прекратить геополитическую суету и примитивный популизм. Вот как он, собственно говоря, назвал то, чем вы занимаетесь в парламенте, господин Гелецкий. Не вы лично, я сейчас уточняю. А в то, чем занимаются депутаты. Вы знаете, это все то, о чем мы говорим, мы говорили много раз. Мы говорили о том, нужно ли нам вот эту европейскую интеграцию вводить в Конституцию. Значит, много копий в этой студии ломалось. Может быть, не так бы мы к этому сегодня относились, если бы через два дня после этого состоялся митинг Демократической партии Молдовы. И вот на этой Демократической партии замечательно выступил лидер Влад Плохотнюк. Я обязательно зачитаю. Мы больше не можем допускать, чтобы наша страна оставалась объектом геополитики, как это было последние десятки лет, когда все, кому не лень, диктовали нам, что делать, куда идти, кого слушать и о чем мечтать. Он отметил, что концепция политики про Молдова впредь станет государственной доктриной. Ну вот не можем мы без того, чтобы какую-то определяющую, направляющую. У нас уже государственная доктрина есть, которой у республики не было с момента обретения независимости. Вот вы знаете, вроде как бы так вот бились за эту евроинтеграцию. Господин Канду обиделся на всех, кто вот так вот себя повел, всем все сказал, а через два дня господин Плохотнюк сказал, что нам больше не будут диктовать, что делать. Я задала себе следующий вопрос. Подождите. Он фактически был и юридически более прав, чем депутата парламента, потому что он говорил о государственной доктрине, но не о включении ее в конституцию республики Молдова. Да, но мне очень интересно, что же он, кого он конкретно имел в виду, когда говорил, чтобы нам никто не диктовал, что делать. Вот последние годы, кто нам диктовал, что делать. Давайте так вот возьмем и порассуждаем. Господин Мишин, кто нам диктовал, как нам необходимо, что реформировать, как реформировать, на какие деньги реформировать, кто это делал. Я вам скажу, не нам, а им. Ну, я имею в виду Молдове. Не Молдове, а правящему большинству. Ну, точнее, так все-таки европейцы и остальные американцы, все-таки они нас со страной ассоциировали. Мы пока видели одно, только что только европейцы и американцы диктовали конкретно, что нужно делать и как. Как нужно запрещать российские информационные каналы, как нужно бороться с Россией, как нужно проводить реформы. Мы вам не дадим 28 миллионов на развитие юстиции, потому что вы неправильно провели реформы. Мы вам не дадим макрофинансовую помощь 100 миллионов, потому что вы должны идти по пути, который мы вам говорим. И вы понимаете, что мы рассуждаем евроинтеграция, но мы не понимаем одного, что при включении даже вот этой евроинтеграции мы отдаем часть суверенитета, мы отдаем часть независимости Республики Молдова и Европейскому Союзу. Вот этим своим высказыванием господин Плохотнюк отныне четко провел грань между тем, будем ли мы дальше слушать то, что нам говорят европейцы, либо мы теперь, у нас доктрина про Молдова, он же сказал, не будем, нам не будут диктовать. Опять, вы видите, господин Кандук говорит одно, что мы проведем референдум и надо включать, господин Сырбу говорит, что это не проблема, мы можем провести этот референдум в день выборов, а господин Плохотнюк говорит, что нам это не нужно. Понимаете, то есть у каждого свои месседжи, то есть господин Кандук сказал для европейцев, что вы не переживайте то, что у нас это в парламенте провалилось, ничего страшного, мы проведем референдум, подтвердил это господин Сырбу, а вот господин Плохотнюк на митинге, где собрались люди, решил сказать, что мы все-таки про Молдова и у нас скоро выборы и мы все-таки будем за Молдову. То есть проголосуйте за нас. Как вы понимаете вот эту политику правящей партии? Я понимаю, что вы не член правящей партии, но мне интересно, как вы понимаете. Правящего альянса. Правящей коалиции. Я думаю, что я уже как-то высказывался. Мне кажется, это чисто такая предвыборная риторика. Ее можно понять. Эту предвыборную риторику. С одной стороны, в обществе создалось такое впечатление, что нам диктует. Я не согласен, господи Мишин, что нам диктует. Вы можете утверждать, ваше право утверждать, что нам американцы и европейцы диктуют. Я за эти годы не видел эту диктовку. Я видел иногда вот эти переговоры ведутся таким образом. Немножко так, как бы так. Не просто вести эти переговоры, не просто прийти к каким-то общему знаменателю. А правда, что в кабинетах, в учреждениях у нас иностранцы сидят? Вот то, что подняли, кстати. Я не знаю. Вы не знаете? А вот некоторые говорят, что в здании в вашем кабинете нет того иностранца. В вашем нет. Я еще раз говорю, иногда создаются впечатления, что нам диктует. Но я считаю, что будь это отношение с Россией или с Америкой, когда ты ведешь эти переговоры, когда ведешь какие-то опять, ты хочешь прийти к каким-то общему знаменателю, это не так просто. Потому что и в переговорах с Россией, и в переговорах с Евросоюзом, и с Америкой, это сложный процесс, это комплексный процесс. Безусловно, конечно. А сказать о том, что кто-то тебе диктует, я не уверен, потому что и не согласен. То есть я считаю, что всегда последнее слово за нами. Как бы эти сложные переговоры бы не были, последнее слово за нами. Принимать, не принимать этот законопроект, делать эту реформу, не делать эту реформу. Поэтому здесь я не согласен. Но я к другому хотел вести. Когда в обществе есть такое восприятие, понятие, то понятно, когда ты делаешь такие утверждения, люди говорят, ну, мы должны быть уже хозяевами. И может быть, где-то опять. Отчасти где-то есть какая-то истинная. Мне кажется, еще раз говорю, это связано с нашим восприятием. Потому что со стороны такое восприятие, что нам все диктуют и так далее. Я не полностью согласен с тем, что промолдова означает отказ от евро- интеграции. Понимаете? Если тебе не согласен. Приводите слово. Секундочку. Давайте, чтобы разговор не был голословным. Господа, да? Давайте так. Раз вы считаете, что нам диктуют, я хочу услышать от вас конкретные примеры. Пожалуйста, начинай. Когда господин посол США, Петя, опять-таки, мы с вами обсуждали это в этой студии, выступает с открытыми заявлениями, что вы должны сделать это, мы хвалим вас за то, что вы сделали это, а за это мы вас ругаем. Это конкретные действия. Когда господин Филипп, господин Канду говорит, что им звонили, присылали смс, чтобы они повлияли на решение по выборам. Это все официальные факты, которые признают официальные лица. И вы... Нет, подождите, что вы опять... Это как вы трактуете? Смотрите, когда посол какой-то страны... Нет, посол страны говорит позицию своей страны, господин Миша. Посол Америки, посол России праве сказать позицию своей страны. Вы слышали, что посол России говорил позицию своей страны, что вы должны делать это, это или это. Говорили посол России. Да, не говорили такого, но зачем вы это говорите? Я сейчас объясню, о чем идет речь. Вы просто не можете объяснить нашим телезрителям, что речь идет о том, что посол Соединенных Штатов Америки сказал, что следующая коалиция должна быть проевропейской. И вот это вызвало, собственно говоря, борю в обществе. Потому что российский посол, если честно, никогда не говорил, что следующая коалиция в парламенте должна быть про-российской. А если я скажу сегодня здесь в вашей студии, что Россия должна быть про-европейской, разве это означает, что я диктую Россию? Я высказываю свое мнение. Я хотел бы, чтобы Россия была про-европейской. Вы, к сожалению, не посол. Вы не находитесь в другой стране. И не высказываетесь о внутренней политике и внешней политике этого государства. Вот в этом и разница. Кстати, вот в чем разница, когда наша новая посол в Соединенных Штатах Америки наговорила лишнего. И когда получился по этому поводу большой скандал, она извинилась, потому что ей объяснили, как необходимо, чтобы посол себя вел. Понимаете, есть эти ограничения, господин Гелетский. Согласен. Согласен. Меня, если честно, больше волнует другой. Один пример, который дал господин Мишин. К примеру, запрет российских или, точнее, юридически говоря, информационных программ из стран, которые не являются частью конвенции по трансграничному телевидению. Что это означает? С одной стороны, у нас Конституция гласит, что у нас и свобода масс-меди, и свобода слова, и свобода мнения. Но с другой стороны, у нас есть эта Конвенция. Конвенция ничего не запрещает, у нас принимается новый кодекс о телерадиовещании, или изменения в нем, где говорится, что нельзя и стран вне Конвенции, кроме Соединенных Штатов и еще чего-то там. Откуда такое исключение, что именно вот можно из Конвенции стран, и можно США и еще кто-то там, а остальные нет. Вот это является один из примеров, когда напрямую ущемляются основные права человека. Вот то же самое было бы в случае, если бы прошла такая статья у нас в Конституции. Это практически наглядный образец того, когда... Я вспомнил ситуацию с Солсбери, когда дипломаты наши, конечно, не открыто, но они говорили, что они вообще не хотели в этом принимать никакого участия, не давать никаких комментариев и стоять в стороне. Но вот, понимаете, после того, как сказали, что нужно сделать, и какие слова нужно сказать по поводу инцидента, по поводу российских дипломатов, да, мы знаем всю эту ситуацию, это было сделано. То есть вот как бы считается, что так. Не знаю, если вы считаете, господин Гилецкий, у вас, как вы говорите, есть свое мнение, что к этому нужно относиться по-другому, то давайте будем относиться по-другому. А вот как относиться к заявлению премьера по поводу нейтралитета? Вы читали последнее? Напомните, я не уверен, что читали. Вы читали последнее заявление премьера министра по поводу нейтралитета? Что нейтралитет нам мешает. Да, что нам его навязали. Да, нам его навязали, и он нам мешает. И он нам мешает, понимаете? Вот здесь, а это все-таки у нас в Конституции он записан. Да. И вот как-то так. В этой студии мы говорили о том, что то, что написано в Конституции, не означает, что это нельзя поставить под сомнением. Но изменить это опять нужно сделать через все, скажем, условия, изменения Конституции, референдум и так далее. Это да. Я такое не продвигаю, но чисто опять гипотетически я оставляю открытую дверь. Есть те политические силы, которые сегодня ратуют за НАТО, у них есть право за это ратовать. Но чтобы это стало буквой закона, для этого нужно изменить Конституцию. Конечно, когда об этом говорит член партии, я это понимаю. Да, я понимаю. Вот член партии говорит, я считаю, что Молдова должна вступить в НАТО. Господи, он даже бедный, наверное, не понимает, сколько денег на это все понадобится. Но это другая история. Но когда об этом говорит министр обороны, а потом премьер-министр вот это говорит о нейтралитете, это навевает на определенные мысли. Тем более, когда у нас уже есть офис НАТО. Вот нельзя такие вещи делать, да? Если все-таки есть люди первые лица, которые должны на своем личном примере показать, что они уважают Конституцию. Или сказать так, у нас в Конституции нейтралитет. Если есть какие-то другие мнения, общество наше должно начать большую дискуссию. Вот это заявление никого бы не обидело. Хотя бы. У нас очень мало времени. Я хочу, чтобы вы в одну минуту каждый уложились и порассуждали о вечном. О евроинтеграции. Судьба евроинтеграции. Какой она в нашей стране будет? Господин Мишин, одна минута. Ну, я скажу так. Мы должны действительно быть промолдавским государством. И у нас евроинтеграция, мы не должны интегрироваться. Мы должны просто отсюда взять все хорошее. Вот у нас есть договор об ассоциации с Евросоюзом. Нам нужно просто эти пункты взять и все, что самое лучшее, выполнить для Республики Молдова. В Конституцию, конечно, мы не внесут. Ни в коем случае. Это нельзя делать. Господин Лебединский, что будет с этой идеей у нас в стране? Я не знаю, что будет с этой идеей, но если власть или вся страна не поймет, то, что мы не должны вступать в какие-то союзы, а должны воплощать именно те международные стандарты, будь то они европейские или другие, которые улучшат качество жизни, которые улучшат социальную часть и медицину, устранят коррупцию или другие факторы, влияющие напрямую на судьбу человека, но тогда у нас не будет будущего. У нас единственное будущее, если мы будем развиваться, без разницы, входим или не входим в какой-то союз. Наша задача повышать качество жизни гражданина Республики Молдова, стремиться к каким-то популистическим движениям, что это сейчас модно и мы хотим туда, но это не имеет никакого смысла. Я благодарю вас. Господин Лебединский, минута. Ну я все-таки склоняюсь к тому, что наша судьба и судьба евроинтеграции зависит в основном от нашего отношения с Богом, потому что в конечном итоге западный мир, который был построен в свое время и получился успешный мир, во многом как бы привлекательный, но он имел в основу какие-то моральные и духовные ценности. То, что сегодня и от этих ценностей отходит, это печально. Для меня все-таки основная идея и моя основная вера опять связана с тем, что если в основу любого общества не будут ложиться духовные, моральные ценности, то мы никогда не будем развиваться нормально. Поэтому это очень важно. Для меня еще раз остается очень важным. Я увидел, что вот через эти ценности мы можем больше вот этой духовности иметь в основу развитие нашего общества. В основном, конечно, согласен, что господин Лебединский говорил по поводу коррупции и так далее, но это как бы уже результат того, если заложен правильный фундамент, то уже и строительство, оно тоже получается хорошее. Я поняла. Вот только одно мешает, возможно, тем людям, которые до сих пор мечтают о евроинтеграции, это то, что вот за эти годы все-таки идею удалось нашим политическим силам настолько скомпрометировать и о краже миллиарда, и о многих-многих, и о коррупции, бесконечно можно об этом говорить. С сожалению. Да, что разумнее, наверное, все-таки как бы перестать уже повторять это слово как мантру, на каждом учреждении вешать определенные таблички с перечнем, что нужно делать, чтобы вот завтра это было, а нужно работать здесь и сейчас на себя и на свою страну. Вас благодарю за эту дискуссию. Она была не очень простой, но, как мне показалось, для зрителей не безинтересной. Спасибо. Вы смотрели программу «Полюс». Программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.